всем привет продолжаем знакомиться с стрелем и наверное это будет последний урок наверное потому что смысла вообще не вижу здесь одно и то же вот одно и то же потому что есть другие задумки что делать в планах конечно же анриал раз разобрать но это будет совсем не скоро там очень работы вот но 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 нужно двигаться дальше вот с изделием я чуть-чуть затормозился нехватка времени все такое короче короче сегодня текстур стриминг что это такое ну короче фишка в том что показывается как можно стримить так сказать рендере пикселей из стримов много таких слов непонятных или понятных но давайте по-русски то есть возможность брать откуда-то данные какие то данные пикселей и грубо говоря рисовать их в какую-то текстуру то есть качество примера приводится не здесь реального примера нету но довольно довольно понятный пример это когда у нас есть веб-камера соответственно свой камеры мы можем постоянно снимать вот эти данные вот эти вот набор пикселей до по ширине и высоте ну то есть отпечатки такие делать и куда-то их перенаправлять какую-то текстурка текстуркой может быть какая-то такая область где показывается наше лицо а вот здесь мы что-то там тоже делаем вот то есть грубо говоря вот ну уже привычное нам слова стриминг а вот и здесь здесь опять-таки принципе работа с тем с чем мы уже работали ну давайте вот короче что я сделал я вам сейчас покажу что я сделал вы видите какой красивый огонь да круто это все я написал сам алгоритм огня очень сложный и ну не просто это все было написать но на самом-то деле это просто я скачал набор png шаг вот она 26 ресурс и вот и в данном случае где-то скачал в интернете короче есть наборы png шаг и в которой вот покадрово покадрово вот такой вот огонь вот я сейчас нажимаю вправо и как вы видите горит огонь все красиво вот соответственно в качестве примера я просто использую этот набор png шаг но когда-то у меня был урок уже по анимации спрайта в принципе она особо не отличается но немного другой способ здесь типа показывается стриминг короче короче смотрите у меня есть если здесь classic fire стрим что это такое ну здесь вектор поверхностей каждая поверхность это отдельная картинка дальше текущий текущая картинка которая отрисовывается дальше задержка на каждый фрейм на каждую картинку грубо говоря грубо говоря вот так напишем но это 100 но один да вот надо было константу сюда вынеси ладно пусть будет вот и fps сколько fps это по факту даже не fps надо по-другому было назвать это у нас сколько должно пройти кадров чтобы сменилась новый кадр сколько вот реальных кадров да вот у меня например если sing стоит у меня 60 fps выдает движок да так вот за 60 fps у меня сменится 60 кадров то есть к примеру если я поставлю значение 2 вот соответственно думаю понимаете да накажет через каждые два кадра будет смена картинки соответственно за 60 fps у меня сменится только 30 кадров ну вот давайте сейчас еще раз запущу как видите уже огонь горит помедленнее вот короче что такое штука фарстрим у меня здесь есть загрузка картинок и get buffer что такое get buffer ну загрузка картинки здесь не сложно здесь я доступаюсь непосредственно к в нужный путь определяю там пути определяю папочки если каунт равно 75 то индекс равно 51 почему так потому что смотрите 50 frame все файлики начинается файл 1 0 1 0 2 0 3 0 4 25 то же самое 13 то же самое а вот у 75 по-другому 0 51 и тут еще пробела нету ну мне переименовать было лень хотя можно было скрипт написать и это все сделать короче не хочу вот здесь здесь это все будет приложено в архиве и здесь набор этих картиночек просто с разным разрешением он есть даже 20 на 20 примеру в играх на там есть и где-то маленькие такие факелы есть то можно рисовать короче короче это загрузка здесь особо ничего интересного нету здесь загружается поверхности и конвертируется в определенный формат rgba 888 это значит по одному байту на цвет и четвертый байт отвечает за прозрачность вот и так далее то есть загружается массив гену гену вот в вот и пробегаясь по массиву по вектору и непосредственно в каждый элемент за нашу загруженную картиночку дальше когда я про запрашиваю get буфер я смотрю я уменьшаю точнее m delay frames только m delay frames ну например на данном этапе равном первом кадре будет равно единички уменьшили на 1 получили 0 если равно 0 то я увеличиваю индекс текущей картинки и дальше устанавливаю delay frame в значение 2 следующий get буфер опять уменьшу то есть у нас стало 2 потом на следующем буфере стало 1 потом опять на следующем ну вызове get буфер стала 0 опять увеличил текущую картинку то есть то о чем я говорил то здесь каждые два кадра меняется картинка вот если же current image у нас достигла к конца ну значение до конца массива мы дошли знать наш мы его сбрасываем соответственно чтобы не делать эту проверку постоянно это добро можно сделать вот здесь только тогда когда увеличиваем картинку чё что такое warning int а как у нас это int разве а да по ходу int так ладно 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 чё чё и а и непосредственно где это используется то есть по факту как вы видите вот здесь я сразу get буфер да я получаю у поверхности у всю фейса есть вот такой пиксель это указатель на вот то есть ну непосредственно непосредственно наши данные вот и используется это вот здесь но здесь я загружаю смотрите здесь давайте запустим вот так вот здесь и загружаю разные картиночки потому что вы видите там есть 13 кадров вот 13 кадров черти что черти что лучше всего конечно же 75 кадров но и по памяти больше сожрет но ничего страшного короче смотрите я создаю текстуру create blank я добавил еще в текстуру функцию create blank ну давайте так денут здесь как вы видите особо ничего не написанный картиночек нет create blank что это такое если пустую текстуру пустую и самое главное должен быть blend мод чтобы было было смешивание режима ну альфа там прозрачность и прозрачность вот короче я создал пустую текстурку есть сделал 256 на 256 потому что я загружаю картиночки с разрешением 256 на 256 если вы будете использовать там другие разрешения то там 20 на 20 то соответственно нужно здесь кончу поменять дальше в самой отрисовки что я делаю в самой отрисовки где мне отрисовка я блокирую текстуру и я получаю буфер вот get буфер и я копирую пиксели что такое копия пиксель это непосредственно я заблокировал текстуру с этим уже знакомы по пред предыдущему видео дальше я получаю некий буфер и я копирую этот буфер в наш буфер то есть я грубо говоря копирую данные у меня вот есть текстура которая была пустая и дальше когда нужно адресовать кадр я запрашиваю буфер у нашего стрима то есть грубо говоря это здесь было бы например get если бы это было веб-камера и мы могли бы получить доступ к непосредственно ну этому буферу до съемки то вот здесь мы каждый раз мы запрашивали у камеры дай текущий буфер и камера нам отдавала бы этот набор данных и мы бы их копировали в нашу текстуру вот вот что собственно говоря и происходит то есть грубо говоря стремится из одного откуда-то в данном случае мы получаем указатель на void самое главное если вы получите с камеры самое главное чтобы эти данные были в формате rgb a8888 вот вот и все то здесь ничего сложного нет то есть по факту у буфера беру каждый раз ну каждые два кадра новую картинку и к 1 вот ну как бы каждый кадр я буфер запрашиваю но каждые два кадра но грубо 1 2 одинаковый буфер далее дальше 2 3 следующая картинка 3 4 еще следующие так далее и тому подобное то есть ничего сложного нет то есть это опять таки манипуляция с данными текстуры и возможность до каждый раз туда что-то подсовывать вот таким вот образом и у нас получается анимация вот вот такая красивенькая анимация в принципе все вот ну на сегодня точно все скорее всего больше ничего не будет потому что там уже там уже там уже там уже рендер ну то же самое здесь там просто крутится сцена не знаю если смысл или нету и все остальное уже смысла вообще нету то есть если вы до этого дошли то в этом во всем разобраться труда не составит сейчас я быстренько глянусь по поводу панжеля чё тут и как тут ну да наверное я еще пример с панжелем по лазе сделал и все и все ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока